Портал Госуслуг не справился на первом этапе с объемом заявок на выплаты семьям с детьми. Об этом заявил президент Владимир Путин. Напомним, что только за первые сутки на этот сайт поступило около двух миллионов заявок. Между тем средства можно получить, обратившись и в офисы пенсионного фонда. Подробности сегодня рассказали в региональном отделении этой организации. Уже второй месяц в Тверской области, как и по всей стране, идет выплата 5000 рублей на каждого ребенка в месяц тем семьям, в которых имеются дети в возрасте до трех лет. Эта мера поддержки оказывается в рамках указа президента России от 7 апреля. В минувшем месяце такие средства в Верхней Волже получили 14 тысяч 63 семьи. Сейчас уже перечисляются деньги за май. Заявления от родителей будут приниматься до 1 октября. В случае, если заявление подано после 1 июля, будет произведена выплата сразу в размере 15 тысяч на каждого ребенка в Волошиной семье. Два дня назад глава государства внес изменения в этот указ. Теперь право на ежемесячную выплату 5000 рублей имеют семьи, где первый ребенок родился или был усыновлен, начиная с 1 апреля 2017 по 30 июня 2020 года. Помимо этого, право на единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей получили все родители, у кого есть дети в возрасте от 3 до 16 лет. Заявление на материальную помощь можно подать вплоть до октября. Документы никакие предоставлять не нужно. Нужно только заполнить заявление, указав сведения о детях. В одном заявлении можно указать данные на всех детей с 3 до 16 лет. И реквизиты для перечисления средств. Выплаты по указу 249-му производятся на любые счета. Необязательно мир. Стоит отметить, что заявление о получении единовременной выплаты на детей от 3 до 16 лет можно подать только через сайт госуслуг, который в первый же день не выдержал потока обращений. Правительству на это указал даже президент Владимир Путин. Глава государства обратил внимание на этот факт Министерства связи, что вполне логично, ибо подобные социальные выплаты предстоит перечислять еще не один месяц. Любые сбои в системе могут стать непреодолимым препятствием для своевременного оказания помощи тем, кто в ней остро нуждается. Мы продолжим информировать вас о том, как решается эта проблема.